добро пожаловать наш импровизированный бар как дома и знаете почему так называется потому что мы дома а знаете почему потому что уже год коронавирусу а это значит что уже целых полгода 5 месяцев мы сидим дома не выходя вообще из дома не выходя кафешки у нас закрыты работаю только в режиме доставки и поэтому пиво мы однажды пробовали брать пиво с собой на вынос это не то это совсем не то нам бы найти так посидеть атмосферу и нас тут люди скорее всего на фоне сейчас если клиенты придут какие-то к нам домой тут посиделки поболталки короче если хотите соскучились по этой атмосфере хотите посидеть поболтать с нами оставайтесь сегодня у нас какое пиво сегодня у нас два уникальных пиво 1906 red l а также лагерда инферно инверно не знаю как это правильно читается в общем в общем это зимний лагер специально приготовленный островая грицей для нас для нас а теперь для тех кто не знает объясни пожалуйста что куда это вообще чё не синие о чем они почему на них написано сервеза они что-то другое сегодня у нас в студии два испанских пиво приехавших из испании все благодаря тому что я работаю в компании которая занимается продажа это пиво этого пиво на территории польши и мы получили в подарок на рождество перед новым годом вот эту новогоднюю серию этого зимнего лагера поэтому мы в марте поэтому мы управляем только в марте потому что просто потому что так получилось мы только бар только сегодня открыли да мы ждали открытие бара как вы можете видеть у него классно и интересная необычная для пива да такая пробка как у шампанского а у этого просто крышечка юбилей трехмесячный он три месяца назад появился в своем видео про 1906 про три штуки про три предыдущих 1906 я про него вспоминал совсем скользко потому что так получилось неожиданно что вот этот четвертый брат 1906 появился как раз в тот момент когда я монтировал видео вы представляете как раз вот этот я там рассказываю видео там более конкретно я сейчас не вспомню но вот это пиво появилось раньше всех мне кажется в начале наверное еще здесь нулевых или десятых вот это появилось где-то там к пятнадцатому шестнадцатом помните два не вместе появились потом пять лет не выходил никаких пив и вот как раз тот момент когда я снимал про таких три и выходит четвертое представляете прямо в этот момент прямо к открытию нашего прямо к открытию нашего бара и так получилось что это пиво было в моих руках через неделю даже еще раньше чем это через неделю после съемок вот этого видео смысле через неделю после того как мы его выпустили закончили монтаж но мы ждали открытие нашего бара вы уже поняли и сегодня лице полинки и глеба мы будем пробовать ари шредель 1906 испанский и лагер зимний начнем 1906 но нам нужны бокалы отлично приступаем рецепт нашего фирменного домашнего пива в баре как дома берете пиво берете открывашку открываете как показано на видео берете бокал наклоняйте его под 45 градусов медленно красиво льете как в рекламе медленно это важно чтобы пена не поднялась огромная готова самый простой рецепт который вы сегодня видите на просторах ютуба еще чуть-чуть его спеним что сначала как профессионалы оттениваем цвет да я бы хотел еще чуть-чуть рассказать что такое ари шредель ари шредель это одно из довольно таки популярных современных стилей крафтового пива она довольно таки популярна в америке где считается что ирландцы привнесли прям огромное культурное так скажем влияние да на всеобщие на все становления сша и считается что как бы это пьют в ирландии я не знаю на самом деле пьет ли такое в ирландии но я знаю что большинство таких пив делается в ирландии поэтому и наверное экспортируется во весь мир потому что это такой бренд red irish ale чем она отличается от обычного пива она находится я бы сказал на шкале от светлого до темного светлого до темного она находится где-то вот тут то есть она больше светлая чем темная цвет этого не скажет если честно она тёмно-рыжая как как смола я бы сказала на свет темно-рыжая как ирландцы так а почему на темненькая такое она темненькая потому что в него добавляют жареный солод в данном случае вот у нас здесь два вида солода ячменный и пшеничный именно пшеничный у нас пожаренный правда не знаю в каких количествах если честно но я думаю это не так уж и важно если вы не варите пиво а мы не варим это мы не варим его только на дегустируем я плохо запахов поэтому как тебе боже мне кажется у 1906 если честно они используют насколько я знаю они с прошлого года я помню тоже про это видео упоминал в предыдущем они используют свои свой хмель который они выращивают прямо у себя возле дома под окошком возле дома под окошком возле их фабрики чем они тоже очень сильно гордятся и если честно вот я сейчас нюхаю и мне кажется что у него чуть-чуть похожий запах на предыдущий 1906 ну это нормально они же братья это очень классно это очень классно потому что это очень узнаваемая нотка и ты как бы намного уже проще попробуешь этот новый 1906 но в общем то сладко кисло как пахнет горько я бы сказал я бы сказал что чуть сладковато такое больше с намеком на темное пиво но совсем с особеньким окей 1 2 3 3 2 1 девочка гори просто как говорят у нас не спали непонятно она не сильно насыщенная по вкусу в смысле как какое-то одно из трех предыдущих правильно сколько у него она него 5 процентов у одного из предыдущих было чуть ли не 8 они были такие тяжелые насыщенно это именно такое легкая но я не хочу стать как вода потому что это не все так у него есть вкус да у него есть послевкусие но она на не структ forte они бы даже даже сказали что на летние что она темно но в смысле она не светлая я бы все равно сказал что он довольно таки летние очень упали гдеumi и NBA но летом в наш пор тоже приходите за ним ну это она такая череви прям ну чуть-чуть с привкусом сладости как видите чуть чуть-чуть такой легенькой легенькой горечью совсем-совсем легенькой и главное нет кислинки как у всяких нет кислости да нет какой-то травяно травяности травянистости у нас необычный бар мы любим оценивать пиво по шкале от 0 до 10 чаще всего это от 6 до 10 так что где при этом 8 это такое средняя классная хорошая нормальная ниже хуже десятка пока что десятки не было если честно ничто еще так не победила наши вкусовые рецепторы не очаровала сколько это я предлагаю вступительно поставить этому пиву лучше чуть-чуть лучше чем просто никакое учитывая учитывая что у тебя семерка с половиной восьмерка были когда мы еще были в словакии пробовали обычное баночное пиво супермаркета и ты сказал норм семь с половиной под типа телевизор вечером дома пойдет то и тогда это точно восемь с половиной но только не нужно не забывать что восемь это нормальная в своем классе потому что мы не можем сравнивать пиво за 50 копеек с пивом там я не знаю 10 гривен я могу я могу сравнить а сколько она стоила вот это такая баночка около евро за бутылочку евро за 350 330 миллилитров сами думаете дорога так дешево но попробовать испанское пиво это очень классно очень несколько экзотично но по крайней мере необычного что в магазинах мы такого бы не нашли за вас ребятки для того чтобы попробовать следующая пиво вот это нам не понадобится нам понадобятся прямые руки что рассказываю пока что нибудь интересное предупреждение что я не знаю ничего кроме того что она у нас стояла с нового года она видите такое супер не завидите или нет на такое супер новогодняя а еще но выглядит как шампанское я вообще от него ничего поэтому не ожидаю все что могу сказать на то что это уникальная серия которую нельзя купить в магазинах и она была тоже подарена нам как работникам распространяющим это пиво это ни в коем случае не реклама потому что мы еще не знаем вкусно потому что мы не знаем еще что вкусно или невкусно но если она будет невкусная мы вам обязательно об этом скажем вы идите по нашим лицам что делать ну что надо его достать красиво такой дымок ой на первый запах она очень газированная газированная не знаю я бы сказал скорее всего она будет темноватая тут не видно но вообще зимние лагеры что значит зимний вообще зимний лагер это лагер который делается чуть более темным для того чтобы пить его зимой чтобы он был более алкогольным чтобы он был более крепким и напоминал чуть-чуть каким-то образом напоминал этот глинтвей серьезно но только без приправ естественно только ячменный солод и я не знаю на самом деле даже не показано не обозначено обжаренный он или не обжаренный но тут 6 и 6 процентов алкоголя 50 эбу то есть этих международных единиц горькости значит она будет горькая ну выше среднего я бы сказал потому что я думаю такое среднее для людей для обычных людей я бы сказал это наверно около 30-35 это уже когда начинает чуть-чуть горькость появляться а 50 это уже чуть-чуть с горькостью поехали нанимаем посмотрим потому что я например женщиной может быть собственно как большинство женщин не знаю что вы там пьете женщину тоже напишите я не очень люблю горькие я не очень люблю кислые я не очень люблю общественно алкоголь но если что-то сладенькое но к меру то я люблю так вот что можно сказать теперь она вообще по-другому пахнет у меня или предвзятость или я снова чуть-чуть чувствую этот запах именно их сода и именно их хмели мне просто кажется что тебе одному заплатили за рекламу а мне нет пена хорошая не крупная не мелкая пена 4 из 5 газики идут к всегда темная даже темнее чем то она темнее чем предыдущие пиво более красное чем более красное если то было такое чуть-чуть легче чуть-чуть более светленькая то это уже такое прям темновато красное ну что 3 2 1 все рост рост не то чтобы она такой горькой ты мне уже настроил что она будет супер горького не сказал что она выше среднего у него послевкусие горьковатая послевкусие да прям доходит такое горько ух не не нормально нормально учитывая что я например не люблю горькое правда правда нормально но но вкус не сильно горький на вкус оно довольно таки простое прямо такое простое на угодом не пахнет оно да вот интересно что на вкус не горькая но горечь доходит послевкусие уже вот там в глубине так сказать рта глубине души вот это глубине души и вот после послевкусие я не знаю как правильно называется уже вот когда я выпил там 20-30 секунд назад да ну там куда-то там растворяется когда но он чуть-чуть такое сладенькое совсем 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 чуть-чуть я бы вот сказал еще что в нем есть карамельные ну . да вот вот такая ситуация спереженный карамель я бы вообще-то назвал опереженная карамель которая уже не такая сладкая было у меня такое пиво помнишь когда мы были первый раз в брать славе в баре в этом там дерево кищенее у меня было с надками карамель и вот оно было такое да у тебя была темная совсем а это светлое потому это след в среднем тёмно это лагер тем класс очень классно карамельные нотки это поприятнее если честно чем то предыдущие то предыдущие такое просто легенько просто вообще просто а это посложнее это мягкая при этом с горьким послевкусием горько-сладким и вот с этим запахом и вкусом карамельки такой очень легкой. Класс. Прижженной кормейки, в смысле, что не то, что это как конфетка, конечно. Класс, это приятное пить, это прям вот хороший такой зимний вечер, вместе под фильм такое выпить. В общем-то, смотрите, у нас открытие бара в марте, мы выпили летнее пиво и зимнее пиво. Полинка, твой ход, твое мнение. Мой вердикт? Сколько бы ты поставила этому пиву? Наконец-таки женщину спросили в этом доме. Ну, слушайте, она, правда, такая более именно комплексная, в смысле, не то, что сложная, более комплексная, чем предыдущее пиво. У него больше ноток, вот так вот это назовем. Несмотря на то, что, правда, тысячный раз, я не очень люблю горькое, оно в меру горькое, поэтому довольно приятное. Я бы... Блин, ты там удал 8,5? Я бы там удала 7,5-8, причем, что для меня, наверное, 7,8 – это нормальное пиво. А этому... Ну, хорошо, тогда этому я должна отдать 9. Я бы тоже согласился, что это можно 9. Я бы согласился, что ему нужно 9. Класс. Очень сожалею, что такое нельзя будет попробовать еще раз, потому что я вот прям сейчас сижу и думаю про то, что я бы с удовольствием угостил своих друзей таким пивом. Значит, можете сожалеть, что вы тоже не можете его попробовать, извините. Ну, оно, к сожалению, да, в таких редких-редких экземплярах выходит. Когда-то Estrella Galicia до, если не ошибаюсь, 2017-го или 2018-го года как-то делала чуть-чуть больше зимнего пива и продавала его почаще, но, я так понимаю, она не пользовалась спросом. Не знаю, почему. Может, до этого они его не с такой душой варили. Не знаю. Вообще, все же знают только там немецкое пиво и что-то про испанское. Я услышала первый раз общать от тебя. Только потому что он там работает. Ну, не в Испании, а в фирме, которая дает испанское пиво. Да, да. Спасибо большое Estrella da Navidad. Которые нам не заплатили. Мы сейчас записываем это видео, и я понял, насколько я соскучился по барам. Причем, ну, не то чтобы, не потому что мы алкоголики, а просто, смотрите, нет. Мы пешком уходим в старый город, где у нас красивенькие там вот эти создания, знаете, как в Европе. Там есть наш любимый бар. Как в Европе. Ну, как в Европе, да. Ну, вы же знаете, да, как выглядит Европа. Так вот, наш любимый бар. Там у нас есть закуток, красивые столики. Мы с ним разговариваем, разговариваем весь вечер. Все, это, блин, такая атмосфера. Возвращайтесь домой. Это уже такие пешком, так уже темно, приятно, все еще тепло. Особенно, когда прошлом летом, когда еще у нас на лето открыли, а потом осенью снова все закрыли. Поэтому вот хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть, мы почувствовали снова эту атмосферу, вы создали ее дома у себя. Да, не хватает этого, потому что, когда это все открыто, ты можешь не ходить и как-то себя плохо не чувствовать. А когда это все закрыто, и ты понимаешь, что это закрыто, и если вдруг тебе захочется пойти, то ты не сможешь пойти. Это намного сильнее давит, намного как-то больше ограничивает. Поэтому давайте не будем плохом. Поэтому мы открыли свой бар. Да, во-первых, мы открыли свой бар, поздравьте нас с этим. А во-вторых, это то, что давайте выпьем за ваше здоровье, за любовь, за то, чтобы у вас все было хорошо, вы не болели, чтобы мы тоже не болели, и чтобы уже в скором времени мы записываем. У нашего бара были и одного посетителя в нашем баре. Но надеюсь, что в скором времени мы запишем видео из бара в том числе. До скорых встреч. До скорых встреч, друзья. Я надеюсь, оно не попадет в камеру, если что. Хотя она не должна стрелять. Если что, спасибо за просмотр. Пишите нам еще. Приходите на наш бар. Ставьте лайки. Подписывайтесь. И репостите. Пишите в комментариях, какое ваше пиво любимое. Черниковское, Жигулевское, Балтика. Продолжение следует.